Здравствуйте, земляки! Позвольте мне всем вам поклониться, всем, кто сегодня на этой площади, всем, кто пришел сюда, помянуть и отдать дань благодарности, дань памяти тем, кто погиб во время Декотечественной войны, умер потом от травы, трудился в тылу, пожертвовал здоровьем, любовью, счастьем во имя Победы. Победы, которые дают нам право сегодня жить в свободной стране, жить своими традициями, культурой, жить так, как хотим этого мы, не по чьей-то указке или под чьим-то законом, а так, как нам завещали наши предки, победа. Завтра будет праздник. А сегодня, сегодня день памяти, день скорби. И я хотел сказать вот о чем. Мы обязаны быть счастливыми, потому что они этого хотели. Потому что во имя этого они шли на фронт, чтобы защитить Родину, такую большую для всех. Но и свой дом, свою семью, свою любимую, своих детей, родных, близких. Они шли во имя этого. И вот сегодня, в этот день памяти, не очень приятно, что так многолюдно сегодня в нашем городе. Значит, они не ошиблись в том, что за ними придут люди, которые будут помнить их подвиг. Будут им благодарны. Будут жить так, чтобы помнить святое. А святое, это то, что они все сделали, чтобы мы были счастливы и свободны. Я хочу сказать спасибо вам всем, и тем, кто сегодня помнит, о них смог прийти. Мы обязаны хранить эту память и передавать потомкам нашим эту память. Потому что это святое. Потому что это героизм, который в веках будет жить на Руси и тех странах, которые уходили в Советский Союз. Это наша победа. Не было страшнее в истории человечества войны, чем то, о которой мы говорим. И только герои побеждают в таких войнах. И мы победили. И мы герои. Мы часть этого народа, который победил. И мы должны сохранить память о них. Сохранить благодарность. Сохранить то, что они хотели видеть. Единый народ, свободный народ, счастливый народ, в котором рождаются наши дети. Поют наши песни. Живут по нашим законам наших предков. И есть время, когда можно радоваться, благодарить за шашлыками и рюмкой. Есть время, когда где-то, походу, сказать и поклониться. Но есть святое время, когда нужно прийти, вот так, как мы сегодня, и с грустью в душе, в сердце, вспомнить о них. Сегодня с нами портреты тех, кто ушел с этой земли и остался на боях сражений. Но они с нами. Зримо, незримо, видимо, невидимо. Я думаю, что солдат, который стоит за моей спиной в этом образе, от имени всех солдат той войны склонился и благодарит вас за то, что вы пришли сегодня к нему и к ним. Это им было нужно. В это они верили. Давайте их веру оправдаем. Давайте помнить о них. Давайте гордиться ими. Давайте жить так, чтобы они знали, что мы живем лучше, чем им доля досталась. Что мы будем жить и еще лучше и счастливее. На Руси, в тех странах, из которых уходили наши солдаты, будут жить счастливые, свободные народы. И они будут счастливы. Давайте будем так жить. Этого они хотели. Давайте будем гордиться ими. и дать примере воспитывать наше подрастающее поколение и следующее за вами, дорогие ребята, поколениями, чтобы они так же гордились, чтобы они знали, что они великий народ. А великий народ должен быть велик в делах своих, в помыслах и во всем остальном. Богу. Поэтому я хочу сказать спасибо. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда. Я думаю, молебен, вы, кто сегодня скорбит, вспоминает их, для их душ сегодня милость Божья и благоговение перед Господом нашим от милости Его. Я лежу на вас и хочу сказать, они верили в нас и мы их не подвели и не подведем. Мы будем жить, так они о том мечтали, за что они сражались. Вечная память, как было сказано здесь нашим павшим солдатам и тем, кто принес нам победу. Но вечная слава им, героям, в веки веков. Спасибо.